МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Входите! Здравствуйте. Я правильно попал? Детективное агентство, да? Да, все правильно. Заходите. Располагайтесь. Меня Алексей зовут, я частный детектив. Это мои помощники Аня и Дима. Что случилось? Меня зовут Валерий Азимов. Дело в том, что у меня пропал нож. Очень редкий старинный кинжал. Мне его друг военный из командировки привез. Красивое оружие. В полицию обратились? Нет. Холодное оружие все-таки... Да и привезен он был не так, чтобы со всеми документами. Ну, оружие серьезное, и таким можно спокойно убить. А на нем наверняка есть отпечатки пальцев ваши. Черт. Да я об этом как-то даже и не подумал. Его нужно найти как можно скорее. А где и при каких обстоятельствах он пропал? На работе. Я работаю в кафе на Садовой. Бармен. Вчера вечером у нас была вечеринка, играл диджей Антон Январский. Знаете такого? Да, да, знаем. Ну вот, а днем как раз-таки ко мне приезжал мой знакомый, передал мне кинжал. Во время вечеринки он лежал под стойкой. А ближе к утру пропал. А вы кого-то конкретно подозреваете? Да. Если честно, этого диджея, он вот прям к стойке подходил. И когда нож увидел, очень заинтересовался и начал спрашивать, где такой же можно купить. Вот я думаю, он его украл. Угу. Тогда давайте сделаем так. Мы сейчас пойдем к вам в кафе, осмотрим место происшествия. Вы мне заодно все покажете. Вы спускайтесь, я сейчас подойду. Хорошо. Соберите всю информацию на этого Валерия, на диджея Январского и посмотрите отзывы о кафе в Сон. Хорошо. Детектив Насонов приехал в кафе, где работал Валерий. Ты вчера после работы грязную стойку оставил? Совсем обнаглел? По инструкции полагается, чтобы рабочее место оставалось чистым. Быстро все убери. Какое вчера? Вечеринка только сегодня с утра закончилась. Я спал всего четыре часа. Я спал еще меньше, чем ты. Я прошу прощения, наше кафе закрыто. Я не посетитель, я частный детектив. У вас тут вчера редкий нож пропал, я его ищу. Я не думаю, что вам нужны какие-то неприятности. Мы можем поговорить? Пойдемте. Нож пропал, скорее всего, вчера во время вечеринки. Вы не видели, Валерий его кому-то показывал? Да какой нож? Это кинжал пиратский. Людей им пугать. Он зачем-то достал его в самый разгар вечеринки и начал хвастаться перед персоналом. А перед кем именно? Сначала перед официанткой Лизой. Потом еще народ к стойке набежал. Я уж не помню, там перерыв был, музыка не играла, кто-то еще к стойке подходил. Ну, кстати, и диджей тоже где-то неподалеку крутился. А про диджея что можете сказать? Ну, что можно сказать? Модный диджей, зовут Антон Январский. Иногда играл здесь, иногда просто заходил выпить, отдохнуть. Часто тусил здесь с какой-то девушкой. Кстати, и вчера он тоже здесь с ней был. Кажется, ее Соня зовут. А вы не будете заражать, если я с персоналом поговорю? Да, конечно, только я прошу вас недолго, потому что мы скоро уже открываемся. Да, конечно. Слушай, а у этого Антона Январского очень насыщенная страница. Девчонки, клубы, тусовки. И под каждой фотографией куча лайков и комментариев. Смотри, в любви признается, телефоны свои оставляет, умоляет, чтобы он им позвонил. Прям звезда, звезда. Да, девчонок, конечно, много, но вот это вот чаще всего с ним. Кто такая, интересно? Так, Соня Кириллова. Фотография с Антоном. Мой любимый, мой единственный. Мне кажется, она просто влюблена в него. Тут все ясно. Слушай, а может быть, это она нож стащила? Ну, если она знала, что Антону он нравится. Она могла его спереть и подарить потом. А что? Очень даже может быть. Влюбленная женщина на многое способна. Лиза, скажите, а вам Валерий вчера свой нож показывал? Да. Но я подошла к стойке, чтобы забрать коктейли, которые гости заказали. Вечеринка только началась. И Валера говорит мне, что сейчас покажет что-то интересное. И достает этот кинжал. Но я как бы смотрю, кинжал как кинжал. Я в этом особо ничего не понимаю. Наверное, похвастаться захотел. А кто-то в это время подходил к стойке? Кто-то еще видел этот нож? Слушайте, да не знаю, чего ко мне прицепились. Я в жизни ничего, кроме столового ножа, в руках не держала. Извините, но мне нужно работать. Ну что, что-нибудь выяснили по поводу этого диджея? Ну, судя по всему, этот январский тот еще бабник. В комментариях пишут, что он ни одной юбки не пропускает. Но в то же время у него есть постоянная девушка, Соня Кириллова. И, видимо, у Антона с ней серьезные отношения, потому что она называет себя его невестой. Понятно. Что-то еще? Я нашел его переписку с московским продюсером Федором Ковалевым. Он специально приехал на концерт Антона из Москвы. А после вчерашней вечеринки они должны были отправиться в Москву покорять столичные клубы. Так что вряд ли Антон украл нож. Ну, кто его знает? Может, он криптоман. Есть телефон этого Антона? Да, есть в открытом доступе у него страница. А нет ли в открытом доступе телефона его девушки, вот этой Софи? В открытом нет, но я нашел его на форумах. Вот он. Софи, здравствуйте. Меня Алексей зовут, я частный детектив. Я хотел с вами поговорить по поводу Антона Январского. Да я подъеду, куда вы скажете. Так. Все, сейчас будем. Дим, ты со мной. Аня, а ты собирай информацию на этого московского продюсера. Хорошо. Здравствуйте. Я частный детектив. Я расследую дело о краже редкого ножа на вчерашней вечеринке. Какого ножа? Вы же сказали, что с Антоном что-то случилось. На вчерашней вечеринке пропал очень редкий нож. Один из подозреваемых Антон Январский. А я знаю, что вы встречаетесь. Мы не просто встречаемся, а мы любим друг друга. И мы обязательно поженимся. Я вас поздравляю, но спросить хотелось совершенно о другом. У бармена вы видели какой-нибудь нож? Какой нож? Я не видела никакого ножа. Поймите, я весь вечер тусовалась около пульвером с Антоном. И причем здесь бармен? Ну, может быть, вы подходили к бару, заказывали напитки? Да, я выпила коктейли два. Заказала их на баре. Ну, потому что официантку там никогда не дождешься. Ее как за смертью посылать. А ушли вы вместе с Антоном? Нет, мы поругались. Я ушла раньше. А теперь не знаю, что делать, потому что он улетел. Куда улетел? В Москву с продюсером. Но это ничего не значит, потому что я за Антоном уходит на край света. Надо просто ему позвонить и сказать, что я его люблю. Извините. Да, Ань. Алексей Викторович, оказывается, Федор Ковалев действительно очень известный продюсер в Москве. И он был на вчерашней вечеринке. Слушал нашего диджея. Но в Москву не улетел ночью. Остался у нас в городе. Я узнала его номер телефона. Сейчас я вам его скину. Ага. Все, я понял тебя. Спасибо. Возможно, что Антон никуда не улетел. Как? Что это значит? Ну, продюсер еще в городе, поэтому, вероятно, Антон тоже остался. Вы знаете, где он живет? Да, конечно. Можно я поеду с вами? Садитесь. Ну, а может быть, он еще не вернулся после вечеринки? Позвоните. Позвоните ему еще раз. Да-да, сейчас. Это Антон на телефон. Он звонит в квартире. Значит, с ним точно что-то случилось. У вас нет запасных ключей от квартиры? У меня нет. Но вот тут живет его приятель, Иван. И, может быть, Антон ему оставил свои запасные ключи? Сейчас проверим. К детективам обратился Валерий Азимов. Во время вечеринки в кафе, где он работает барменом, у него был похищен редкий нож. Детективы выясняют, что в день кражи в кафе была вечеринка, на которой работал модный диджей Антон Январский. Также становится известно, что ночью Антон должен был улететь в Москву с известным продюсером Федором Ковалевым. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Я частный детектив. Я веду расследование отношения вашего друга Антона. И мне с ним необходимо срочно встретиться. Не понял. Ваня, у тебя есть ключи от квартиры Антона? Нет. А что за расследование? Я Антоха уже несколько дней не видел. Ну, извините тогда за беспокойство. Нет, ну подождите. Вы скажите, что случилось? Соня, ну ты хоть не молчи. Вань, Антон должен был ночью улететь. Но сейчас его телефон звонит у него в квартире. Он не берет трубку. И дверь он не открывает. Ну что, скрывать придется. Антон, что с ним? Что с ним? Что с ним? Антон, Антон, Женков. К сожалению, он мертв. И похоже, убит тем самым ножом, который мы ищем. Вам отсюда лучше уйти, Дима. Уводи их отсюда. Уходим. Уходим. Все, все, все. Уходим. Спокойно. Тихо. Алло, полиция? Убийство. В общем, орудие убийства – тот самый клинок, который похитили у Валерия. Дверь в квартиру Антона повреждения не имеют. То есть, это значит, что Антон либо сам впустил убийцу, либо у убийцы были ключи. Думаете, что нож похитили специально, чтобы убить Антона? Ну, так сложно сказать. Это Валерий. Доброе утро. Доброе утро. Мне очень нужно с вами встретиться. Но я не могу уйти с работы. Вы можете сейчас приехать в кафе? Это очень срочно. Договорились. Сейчас подъеду. Я к нему, а вы пока проверяйте электронную почту Антона, его звонки, ну и вообще все контакты. Хорошо, сделаем. Помогите. Меня подозревают в убийстве. Я же ни в чем не виноват. Спокойно, спокойно. Давайте по порядку. Вчера приходила полиция. Сказали, что Антон убит моим ножом. Напрямую не обвиняют, но мне кажется, что они подозревают именно меня. Помогите. Ну, тогда вам надо быть предельно откровенным. Что происходило вчера на вечеринке? Вы с кем общались? С кем, с кем. Мне нравится Лиза. Вы ее знаете, она здесь официанткой работает. Мы с ней соседи, я давно пытаюсь за ней ухаживать. Даже на работу сюда ее устроил, так думал, что у меня так будет больше шансов. Ну, а тут Лиза-то здесь при чем? Я увидел, что она заигрывает с этим диджеем. А когда они в подсобку пошли, я пошел за ними и увидел, что они, сами понимаете, у меня башню сорвало, и я ему грезал. Лиза, постой. Отвали. Ну, видите, мне кажется, она тоже думает, что это я виноват. Вот, возьмите, успокойтесь, пожалуйста. Вы помните меня? Мы вчера с вами разговаривали. Да, вы частный детектив. Скажите, это Валера убил Антона? Да пока ничего не ясно. И, возможно, то, что вы скажете, поможет найти убийцу. Спрашивайте, я на все отвечу. Что за отношения у вас были с Антоном? Антон был моим кумиром. И каждый раз, когда он приходил играть в наше кафе, для меня это был праздник. Первый вашего концерта я призналась ему в любви. И он меня позвал сюда. Я его очень любила. После этого вы с ним виделись? Да, два раза и оба раза здесь, в коморке, в нашем кафе. Но в другом месте мы никогда не встречались. Я бы никогда сама не звонила, потому что он известный, а я вообще ничто, понимаете? Да я понимаю, понимаю. Скажите, а что произошло на последней вечеринке? Мы пришли с Антоном сюда. Он начинает меня раздевать. Тут летает Валера. Начинает на меня кричать. И начинает гидаться на Антона. И они подрались. Так вы отвлекаете мой персонал. Людям работать надо. У нас банкет сегодня. А ты вытерла сопли и немедленно в зал. Гости будут через час. Столы еще не готовы. Бегом! Лиза, поговори со мной. Выслушай меня. Я люблю тебя. Ты мне действительно нужна. А для этого январского ты была просто игрушка. Он с тобой развлекался, как с другими девками. Поэтому ты убил его? Да пошел ты к черту со своей любовью! Ты что позволяешь себе на работе? Это что за истерики? Обслужишь банкет и катись из заведения. Да пошел ты! Сам обслужу свой банкет, козел! Уволена. Лиза, у меня к вам еще несколько вопросов. Да мне уже на все плевать, спрашивайте. У Антона была девушка, Соня. Вы знали про это? Слушайте, да какая она ему нафиг девушка? Он ее вообще не любил. Она его просто уже достала со своей ревностью. Она за него замуж хотела, он вообще не собирался жениться. Ну, по крайней мере, пока. А эта Соня в курсе была от того, что происходило в подсобке? Ну, когда парни начали драться, сразу все собрались. И она в том числе. Она сразу истерику закостила, сцену ревности. И Антона это просто выбесило. И она ей сказала, если тебе что-то не нравится, то вообще вали отсюда. И она разревелась и убежала с вечеринки. После разговора с Лизой, детектив Насонов решил еще раз встретиться с Соней. Скажите, а Антона вообще много девушек было? Да, вокруг Антона всегда крутилась куча разных девиц. Но он любил только меня одну. Ну, тем не менее, вы его ревновали и к Лизе в том числе. Да, в тот момент я просто обезумела от ревности. Кто эта официантка и кто я? Ни рожей, ни кожей. Ну, что он мне и нашел? А после ссоры вы сразу ушли из кафе? Куда вы поехали? Я, да. Мы поругались и я сразу ушла из кафе. Приехала домой и легла спать. Извините, ради бога. Ничего, я подниму. Я не думаю, что Соня могла убить Антона. Но она же сказала, что ночью была дома. Антона убили между двумя и тремя часами ночи. К Соне кто-то пришел. Доброе утро, дочь. По какому поводу слезы льем? Папа Антона убили. Кто? Когда? Я не знаю. Вчера нашли с ножом. Насмерть. Все ясно. Доигрался, догулялся и допрыгался. Так ему и надо бездельнику. Ну что ты говоришь такое? А я скажу. Не будет тебя больше с понтолыку сбивать. Одни дискотеки и тусовки на уме. Дома не ночуешь. На прошлой вечеринке с этим Антоном до утра прошлялась. А тебе учиться надо. Диплом защищать. Это таболку. Ты что ты такое говоришь? Я вообще ненавижу тебя. Соня. Соня. Значит, ночь убийства дома она не ночевала. Обманула нас. Вы Соню подозреваете? Она так горет. Даже на отца накричала за то, что он радуется смерти Антона. Ну и что? Это ничего не значит. Убила из-за ревности. Теперь жалеет и осуждает отца. Надо дальше разбираться в этой истории. Есть еще одна засыпка. Продюсер из Москвы. Я с вами встречусь. С январским я познакомился сначала через интернет. Увидел упоминание о нем в соцсетях, на молодежных форумах. Потом сам послушал его треки. Понял, что парень способный, да, где-то талантливый. И вы решили пригласить его в столицу? Да. Я специально прилетел на его концерт, чтобы вживую его услышать. Понял, что его хвалят не зря. Я поговорил с Антоном. Он предложил ему уехать в Москву. Он согласился, сказал только, что возьмет с собой какого-то друга. А какого друга? Он не уточнял, а я не спрашивал. Вы знаете, мне все равно. За его счет пусть хоть роту друзей с собой берет. А что было после вечеринки? Я не смог дозвониться Январскому. Это очень странно. Мы же собирались улетать. Ну, я подумал. Видимо, парень передумал. А вы почему остались? Утром мне позвонил какой-то странный парень. И сказал, что все треки Январского написал он. И очень просил о встрече. Я назначил ему в том же кафе, где была вечеринка. Вы пойдете на встречу? Конечно. Один день ничего не решает. А мне очень хочется разобраться с этой ситуацией с Январским. Дома его отъездов. А звонивший как-то представился? Нет, он ничего не сказал. Сказал, что все объяснит при встрече. К детективам обратился Валерий Азимов. Во время вечеринки в кафе, где он работает барменом, у него был похищен дорогой нож. Детективы выясняют, что этим ножом был убит талантливый диджей Антон Январский, который работал на той злополучной вечеринке. Ночью Январский должен был улететь в Москву с известным продюсером. Ему прочили блистательную карьеру. Детектив Насонов решил поговорить с другом Антона, Иваном Прокоповым, и приехал к нему домой. Хочу спросить у вас, какие отношения были с погибшим, с Антоном? А, ну, мы со школы дружили, за одной партой сидели. Ну, честно, мне очень сложно об этом сейчас говорить. Он ведь был лучшим другом. А в ночь убийства вы ничего не слышали? Все-таки квартира рядом. Нет. Я очень крепко сплю. И ложусь рано. Да и к тому же, Антоха у нас обычно возвращался по ночам. Очень любил гулять. Ух, мне пора лекарства принимать. Можно стакан воды? А, да, конечно. Вот, смотрите. Вот эту заколку я увидел в квартире Ивана на стуле. Это же Сонина заколка. Она с ней на многих фотках в соцсетях. Посмотри. Так получается, Соня встречается не только с Антоном, но еще и с Иваном? И еще. У Ивана я видел ноутбук с музыкальной программой. Полусобранный чемодан. В квартире бардак. Похоже, что он куда-то переезжает. Уж не в Москву ли? Я думаю, что это он назначил встречу продюсеру из Москвы в кафе. Ну, что гадать. Вечером мы все узнаем. Здравствуйте. Это я вам звоню по телефону. Я тебя слушаю. У меня очень мало времени. Мы были правы. Неужели действительно Иван писал себе треки вместо Антона? Сейчас все узнаю. Дело в том, что Январский не сочинял музыку сам. Он исполнял чужие треки, понимаете? У него была только внешность и ничего больше. И кто же написал эти треки? Я. Я всю жизнь сочинял музыку. А он выдавал ее за свою. Меня ни во что не ставил. Стал известным благодаря моим трекам, понимаете? В Москву меня позвал. Сказал, давай так, поедем, потусим. Но ничего не сказал про продюсера, про предложение. Понимал, что ни черта сделать не сможет. А ты сможешь? Я? Я смогу. Конечно, смогу. Вы же слышали это все в интернете. Это мои треки, понимаете? Поэтому я, я должен ехать в Москву, а не... Январский. Вам же диджей нужен, а не плейбой какой-то. Послушай, а почему ты сам не играл в свои треки? Сам себя не раскручивал. Да вы посмотрите на меня. Я же обычный. А у нас по внешности судят. Меня бы ни в одну тусовку не приняли. Ну, а теперь, благодаря вашей помощи, еще в столице все станет по-другому. Значит, получается, Антона мог убить Иван? Ну да, мотивы у него были, зависть, желание занять его место. А может быть, это все-таки Соня? Она была в кафе во время вечеринки, а Иван не был. Антона убили ножом, похищенным на вечеринке. А откуда бы Иван взял нож? Ну, в квартире Ивана я видел заколку Сони. Значит, она у него была. И в кафе нож похитить могла именно она. Сейчас мы все это выясним. Соня, это детектив Алексея. Да, появилась новая информация, необходимо ее обсудить. К вам? Сейчас подъеду. Я к ней. Детектив Насонов решил спровоцировать Соню, чтобы вызвать ее на откровенность. Ну что, у меня появилась новая информация. У меня есть свидетель, который видел, как ты украла нож в кафе. Что? Нож? Да кто мог это видеть? Подождите. В ночь убийства тебя не было дома. Отец твой подтвердил. У меня есть видеозапись. Получается, ты поссорилась с Антоном из-за Лизы. Потом украла нож, потом пришла к Антону и убила его. Подождите, все было не так. Ну, точнее, не все. Я не убивала его. Ну, давай рассказывай только правду. Когда я ушла из кафе, во время этой чертовой вечеринки, я действительно подошла к бару. И я увидела нож под стойкой. Я его взяла. Зачем? Я не знаю. Я тогда была не в себе. И хотела покончить с собой. Но потом остыл и решила этого не делать. Я долго бродила по городу. А когда успокоилась, я поехала к Антону. Но я хотела с ним помириться. Но его не оказалось дома. И ты пошла к его соседу Ивану? Нет. А откуда вы знаете? Я сидела у двери Антона и плакала. И Иван вышел на площадку и предложил мне подождать Антона у него. Я пошла с ним. Соня. Ну, Соня, ну, кончай реветь. Ну, ты чего? На, вот, водички попей лучше. Все, и успокоишься. Спасибо, ты такой хороший. Да. Вот скажи, ну, почему он такой козел? Ну, где он шляется? Ну, с кем он? Ну, ты не переживай так. Он, он вернется обязательно. Ты, главное, не волнуйся. Вот, видишь, все хорошо. Все очень хорошо, Соня. Ты куда? Домой. Подожди, но... Ну, я люблю тебя и... Нам же хорошо было вместе. Серьезно? Ты думаешь, что я останусь? Вань, я приспала с тобой только, чтобы отомстить Антону. Ты прости, конечно, но ты ему в подметки не годишься. Пока. Когда я ушла от Ивана, я сразу же поехала домой. Когда ты ушла от Ивана, нож был с тобой? Я не помню. Я очень быстро собиралась. Я могла его потерять или у Ивана, или еще до этого на улице. Вспоминай. Когда ты к Ивану пришла, нож с тобой был? Да не помню я, когда я потеряла этот чертов нож. Он мог вывалить из моей сумки когда угодно. Ну, вот вроде все становится на свои места. Если ты оставил нож у Ивана, то получается, что это он убил Антона. Ваня? Вы что? Ну, он же его друг. Мне будет нужна твоя помощь. Тебе придется встретить с Иваном. И не переживай, с тобой все будет хорошо, я буду рядом. Согласно плану детектива, Соня позвонила Ивану и попросила его приехать к ней домой. Ну, и зачем ты меня позвала? Передумала? Ну, извиниться хочешь? Я вспомнила, что оставил у тебя нож. Тот самый нож, которым убили Антона. Ты его убил? Да. Я его убил. Потому что тебя люблю. А он тобой пользовался, как кукла. Но теперь он нам больше не помешает. Продюсер из Москвы послушал мои треки. И теперь мы можем ехать в Москву. У нас будет новая жизнь. Да ты убийца, ты убил его. Я тебя ненавижу. Да послушай, пойми ты. Я только тебя люблю, а он на мне наживался. А тебе все время изменял. Соня, пойми ты. Я только тебя люблю и больше никого. Соня, слышишь? Да пусть изменял. Главное, что он не был убийцей. Ну, пойми ты. Я без тебя не могу жить. Соня, Соня, я без тебя не могу. Только... А ну, отойди от девушки. Сейчас полиция за тобой приедет. Ты хоть понимаешь, что жизнь себе сломал? Антон все время меня использовал. Еще когда мы в школе учились. Домашку все время списывал. Потом понял, что я гораздо лучше его пишу треки. И он стал их выдавать за свои. Ну, зачем же ты с ним общался, если все было так плохо? А как, по-вашему, я бы попадал на крутые тусовки? Как бы с девчонками общался? Да, конечно, он был в центре внимания, но... Без него я бы никогда не попал в этот круг. Тогда зачем ты его убил? Когда пришла Соня... И мы с ней были. Я давно ее люблю. Она мне все рассказала про Москву, про продюсера. И я понял, что Антоха всю дорогу мне лгал. И что ты сделал? Когда Соня ушла, я ходил по квартире, как помешанный. Наткнулся на нож, и... тут меня осенило. Ты взял нож, пошел к Антону и убил его? Когда он открыл дверь, я увидел, что он сильно пьян. Он начал на меня орать, сказал, чтобы я ушел, послал куда подальше. Сказал, что я ему мешаю. Тут у меня сорвало башню, и я... ударил его. Я понимаю, что Антон много чего плохого тебе сделал. Но все равно это не повод, чтобы его убивать. Вы не можете этого понять. Вас, наверное, друзья никогда так не предавали. Я ни о чем не жалею. И убил бы его еще раз. Ивана осудили по статье 105-й части 1-й Уголовного кодекса Российской Федерации к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!